Вести Урал совместно с благотворительной организацией РУСФОНД продолжают рассказывать о детях, которые нуждаются в вашей помощи. У Ксюши Коненковой детский и церебральный паралич. Как помочь девочке, расскажет Екатерина Журавлёва. Пока сделать даже простой переворот на живот без родительской помощи маленькая Ксюша не может, но уже пытается помочь себе ножкой. Ксюша, поворачиваемся. Поворачиваемся, поворачиваемся. Давай, 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 поворачиваемся. Вот. Чтобы разработать и расслабить мышцы, на гимнастику в семье Коненковых тратят минимум три часа в день. У Ксюши детский и церебральный паралич. В три года она пока не умеет держать голову. В родах случилась ошибка врачей, и ребёнок практически задохнулся, потому что его правильно не смогли достать. Было сначала непонятно, что проблемы большие. Только после того, как сделали МРТ в месяц, нам сказали, что МРТ просто ужасно. Из-за повреждения мозга у Ксюши начались судороги. Первые месяцы жизни ребёнок провёл в больнице. Дальше были постоянные приступы эпилепсии. За три года девочка прошла множество курсов восстановления, и они уже принесли результаты. Пока у нас всё по чуть-чуть. Мы там чуть лучше стали держать голову, мы чуть лучше стали ползать, мы чуть лучше толкаемся ножками. Но всё равно прогресс какой-то есть. Если вот до этого, где-то до возраста полутора лет примерно, она либо плакала, либо спала, всё, то вот у него было два состояния в течение дня, то сейчас мы видим, что у него появляется какой-то интерес. Улучшения появились после реабилитации в Москве. Врачам удалось остановить припадки. И пока ребёнок маленький, специалисты могут добиться и лучших результатов. Главное – продолжать терапию. Ксюше требуется госпитализация для проведения восстановительного лечения. Мы постараемся снизить тонус мышц, развить моторику и новые двигательные навыки. На ножках стой сама, опирайся. Вот. Двухнедельный курс стоит почти 200 тысяч рублей. Помочь малышке может каждый. Достаточно отправить СМС со словом «Дети» на номер 5542. Это новый номер региональных проектов Росфонда. Стоимость одного сообщения – 75 рублей. В ответ вы можете получить сообщение с просьбой подтвердить перевод. Если этого не сделать, деньги до получателя не дойдут. Екатерина Журавлёва, Александр Жанников, Вести Урал.